В центре олимпийской подготовки «Авангард» при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области состоялись финальные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет». В течение четырех месяцев за победу в региональных соревнованиях боролись 317 команд юношей и девушек из общеобразовательных школ области и города. По своей популярности баскетбол очень высоко стоит в мире. Мне кажется выше чем бои без правил. Понимаете? Потому что это коллективный вид спорта. Он такой молодежный, он такой подвижный вид спорта. Хорошая лига, школьная баскетбольная лига и будущее у нее есть. Просто я уверен в этом. В матче за первое место среди девушек встретились команды Омской гимназии номер 69 и сборная Кормиловского лицея. В прошлом году Амички во главе с заслуженным тренером России Светланой Масловой стали сильнейшими в Сибирском федеральном округе, добрались до всероссийского суперфинала и стали победителями. В нынешнем сезоне девушки вновь успешно преодолели первый этап и в решающем матче взяли верх над баскетболистками из Кормиловки. Поначалу, конечно, было сложно. Мы настроились, собрались на игру ответственно. Вышли, начали играть хорошо. Очень рады победы. Теперь мы выиграли и едем на зону Сибирского федерального округа в город Барнаул. Успех девчонок из 69 гимназии развели юноши-одноклассники. В финале они встретились со сверстниками из Калачинской гимназии номер один и одержали уверенную победу со счетом 61-33. Мы первые, потому что мы самые сильные здесь в данном случае. Мы много тренируемся, у нас хорошие тренера. Мы просто быстрее раздаем пасы друг другу и врываемся на подбор, просим мяч в зоне. И из-за этого складывается игра. Да. В составе первых на паркет вышли ветераны омского баскетбола Олег Крылов, Владимир Азаров, Елена Лазуткина, Елена Серикова. Руководил звездным коллективом олимпийский чемпион Иван Дворный. Им противостояли молодые и перспективные игроки из сборных команд «Нефтяник» и БК-17-16. Игра получилась очень напряженной и интересной. А в итоге опыт и мастерство взяли верх над молодостью и азартом. Мы регулярно играем со сборных школьников. Матчи получаются разные. Бывают очень напряженные, которые будут одно очко в очко. Но сегодня, как видите, школьники немножко как-то вот в концовочке подкачали. Иван Васильевич Дворный заготовил несколько домашних, скажем, тактических схем, которые мы выполнили. Ну и у нас игра просто сегодня получилась. Они нам ничего не уступали. Они в этом возрасте хотят показать, что они находятся в отличной спортивной форме. Интересно было с ними играть, посмотреть. Церемонию награждения финалистов в Кейсбаскет открыло красочное световое шоу и выступление баскетбольного фристайлера, ставшее достоинным украшением спортивного праздника. Сама организация, само вот это шоу, которое нам здесь показывают, это все на высшем уровне. И просто приятно здесь находиться. Победителям областного первенства школьной баскетбольной лиги Кейсбаскет вручили медали, кубки и путевки на финал чемпионата Сибирского федерального округа. Самыми ценными игроками прошедших игр стали представители 69-й гимназии Вероника Чернакова и Степан Смирнов. Субтитры создавал DimaTorzok